Всем привет дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать как очень просто и быстро приготовить целую гору вот таких вот мини булочек буквально за полчаса именно вашего труда приготовится больше сотни вот таких вот мини булочек готовятся они нереально просто, мой маленький ценитель был вообще в восторге от таких маленьких булочек приготовить их можно в принципе с любой начинкой для начала я буду готовить дрожжевое тесто готовлю его в принципе стандартно как многие привыкли уже я поломала живые дрожжи использую живые если вы будете использовать сухие то используйте их так как написано на упаковке а я перетираю живые дрожжи с сахаром буквально через минуту они вот становятся вот такими вот жидкими абсолютно жидкие теперь добавляю слегка подогретой в микроволновке у меня в этот раз это сыворотка можно добавлять молоко либо воду смотрите как вам нравится это тесто можно приготовить постным поэтому можно приготовить его на воде теперь добавляю сюда муку а также следят постно можно делать его с грибочками будет очень вкусно на муку высыпаю соль сразу сюда же и растительное масло две столовые ложки здесь будет достаточно для того чтобы тесто было эластичными не прилипала также сюда будут добавлять столовую ложку водки можно ее не добавлять просто благодаря водке наше тесто подойдет еще лучше будет таким пышным и мягким сейчас пока еще тесто довольно мягкое замешиваю его ложкой и когда уже ложкой станет неудобно перейду на стол и буду замешивать дрожжевое тесто на столе замешивать на столе его нужно около пяти минут она вас перестанет липнуть к рукам и соответственно там будет лучше развиваться кликовина тесто будет более эластичным что очень важно для дрожжевого теста так как оно имеет свойство стягиваться при раскатке а нам нужно именно раскатывать тесто смазываю слегка руки растительным маслом по необходимости если тесто еще сейчас пристает подбираю всю муку в чаше и перехожу на стол оно сейчас еще вот немножечко липнет у меня если оно липнет подпыляем немножечко мукой буквально вы видите по чуть-чуть по чуть-чуть не забиваем тесто мукой чтобы она не стала нас плотным и так делаю минуток 5 тесто теперь перестает липнуть к рукам но она не очень тугое она не должно получиться вас тугой вот она не пристает к рукам руки абсолютно чистая такой вот небольшой комочек теста у нас получился теперь там где мы замешали тесто добавляю сюда буквально столовую ложку может даже чуть меньше подсолнечного масла смазываю немножко сверху тесто смаза укладываю тарелку накрываю влажным полотенцем и отправляю в теплое место подходить теперь можно заняться начинкой в этот раз у меня начинка будет просто из подсоленного и подперченного фарша фарш у меня в этот раз виноговяжий но если честно у меня больше нравится немножко другая начинка также фарш еще добавлю сюда какой-то ароматный срок я не помню какой у меня даже здесь срок просто какой-то такой чтобы хорошо сыром пах и можно будет доставать наше тесто оно увеличилось в объеме раза в три а то и больше абсолютно воздушное я его слегка слегка подминаю вот так вот внутрь сильно его прям не тревожу отрываю небольшой кусочек теста и слегка буду припылять мукой форму форма обычная для пельмени вот такая вот пельменница есть металлические такие есть и пластиковые от пластика мне кажется даже лучше тесто отстает вот таким образом мы будем лепить с вами наши дрожжевые пельмешки которые в итоге превратятся в такие как маленькие круглые пончики я хотела как раз сделать такую начинку похожую на пончики чтобы они получились фаршем но в принципе мне больше нравится уже готовая начинка которая допустим это будет рубленная уже отварная курица допустим с каким-то жареным лучком с грибочками только довольно мелко чтобы чтобы хорошо и удобно было разложить в маленькие вот эти ячейки с фаршем вкусно но мне больше нравится вот с готовой начинкой это может быть какая-то сырная начинка зеленью шпинатная какая-то допустим сулугуни либо с каким-то таким сычужным сыром мягким и раскладываем такие хорошенькие шарики не выходим за границы нашей ячейки в нашу формочку получается все довольно быстро а главное все очень очень просто все они получатся красивые одинаковые такие кругленькие после того как они у нас подойдут раскатала еще один пласт этот пласт можно делать немножечко тоньше чем предыдущий потому что ему не нужно прогибаться под начинку он просто будет вот так вот сверху прикрывать и это будет наше дно поэтому его не обязательно делать сильно толстым слегка прокатываю скалкой обязательно мы вначале прошлись ручками выдавили весь лишний воздух и прокатываю скалкой не придавливаю вначале а потом начинаю все сильнее и придавливать до момента вырезания вот таких вот наших пельмешек чтобы полностью прорезалась убираем излишки теста еще пару раз прокатаю и можно вытряхивать можно постукивать по руке кому как удобно так и вытряхивайте те которые нагло засели не хотят вылазить я их слегка поддеваю вот так вот пальчиком и они быстренько все выпадают вот такие вот у нас дрожжевые пельмешки получились так как я их буду в этот раз запекать духовке потому что у меня ребенок их очень любит я их раскладываю на противень включая духовку на духовка пока греется они у меня подходят минут 30-40 пока они у меня не станут такими прям кругленькими красивыми также после того как они подойдут их можно смазать немножечко подбитым яйцом как это сделаю сейчас я и посыпать кунжутом а можно их пожарить во фритюре тоже они вот прекрасного такой от кругляшок бросаете во фритюр и у вас замечательного такой пончик с начинкой получается их вообще можно делать допустим по идее вот такой вот через пельменницу можно делать с какой-нибудь сгущенкой то бишь на сладком тесте с повидлом очень вкусно но просто это будут вот такие от маленькие порционные вкусные булочки буквально на один-два укуса в общем очень прикольно ставим в духовку и выпекаем до красивой золотистой корочки этом минута около 20 и посматривайте духовку и вот такая вот целая гора красоты у нас получилось очень вкусно обязательно пробуйте все очень легко а с вами как всегда был кекс и не забывайте поставить пальчик вверх пока пока